Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. В июне 2022 года Ницца примет чемпионат Европы по футболу. Люди живут в селе Хнушина, Кварцахи, ожидая прочного мира. Акция протеста против карьера в Айнтапе Западной Армении. Снег достигает 5 метров в Шернаке Западной Армении. Работы по очистке продолжаются. Цветоносная неделя Мусадага, Великий пост и Пасха. На Кипре создана государственная структура, направленная на сохранение культурного наследия армян. Праздничный фестиваль был организован в Ямане Западной Армении. Конференция с участием археолога, доктора исторических наук Гамлета Петросяна. 12 января Конфедерация независимых футбольных ассоциаций объявила, что Кубок Европы по футболу пройдет в Ницце с 3 по 12 июня 2022 года. Непризнанный чемпионат Европы по выборам ФИФА, организованный Канифа, основанная в 2013 году, состоит из команд непредставленных наций, народов, не входящих в ФИФА. Конфедерация представляет собой объединение 63 членов под представительством бывшего шведского международного профессионального суди Пера Андерса Блинда. В 2014 году футбольная команда Ниццы выиграла чемпионат мира Канифа. Кубок Европы 2021 года, который должен был пройти в Ницце, был отменен из-за кризиса COVID-19, как и в 2020 году. После двухлетнего отсутствия команды стали более нетерпеливыми. Четыре группы чемпионата 2022 года группа А – Ницца, две Сицилии и Сардиния. Группа Б – Абхазия, Лапландия, страна Секели. Группа С – Южная Осетия, Арцах, Карнуол. Группа Д – Падания, Западная Армения, Хамерия. Напомним, что в финале Кубка Европы 2019 года Западная Армения соперничала с Южной Осетией, которая выиграла свой первый турнир. Основным направлением занятости жителей Хнушинанской общины Арцаха является сельское хозяйство. Об этом заявил мэр Камо Мурсалян. Сельчане в ожидании прочного мира. В общине 535 жителей, каждый из которых прочно привязан к этой земле. В это время года работа идет полным ходом, сказал Мурсалян. Церковь Сурпас-21, построенная в XIX веке, находится в этом селе. В селе установлены памятники в память о жертвах Великой Отечественной войны и Арцахской войны. Мэр сообщил, что в школе 91 учеников. Жители обеспечены электричеством, круглосуточным водоснабжением и поселок газофицирован. Жители Айнтапа в Западной Армении перекрыли дорогу к карьеру и устроили акцию протеста. Операция была проведена с целью привлечения внимания к ущербу, нанесенному буровой компании, которая с 2015 года принадлежит СТС. Своей деятельностью предприятие губит природу и ставит под угрозу здоровье жителей. Горожане отметили, что благодаря организации увеличилось количество онкологических заболеваний в районе. По их словам, виноградники высохли, карьер оказывает негативное влияние на сельскохозяйственные угодья. Граждане ждут соответствующего ответа. Спасатели мобилизованы в провинции Шернак Западной Армении, чтобы открыть дорогу, где в апреле толщина снега достигает 5 метров. Работы по уборке снега на высоте 2650 метров сложны. Из-за опасности схода лавим в некоторых местах работы ведутся с большой осторожностью. Великий пост, Сахказарт, Великая Суббота имели большое значение в армянской вере, а также праздновались в деревнях близ Муссолера в Западной Армении. Зерно было одной из традиций раннего периода Великого Поста. Его готовили из пшеницы, гороха и подавали не только семье, но и гостям. Венок, как и почти все религиозные обряды, унаследован от дохристианских обычаев. Ряд деревьев были освещены древней верой. Весной деревья украшали разноцветными платочками. В нестрастные недели жители села умывались восьмидневной водой, затем шли в церковь. Семь селений Мусадага были чужды традициям больших городов – пасхальному пирогу. Вместо них готовились сыр с хлебом, молочный хлеб с молоком и т.д. Яйца варили в воде, наполненной луковой шелухой. Одним из блюд на пасхальном столе была рыба, что положило конец семинедельному запрету на мясо. 31 марта парламент Кипра единогласно ратифицировал решение о создании зам Министерства культуры в составе Министерства образования. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель армянской общины в палате представителей Кипра Вардгес Махтасян. Создание структуры связано с сохранением культурного наследия трех этнических и религиозных меньшинств – армян, марутинов и латиноамериканцев. От имени армянской общины Кипра выражаю горячую благодарность всем депутатам парламента за их безоговорочную поддержку этого решения, написал он. Фестиваль под названием «Миндаль Немрута» впервые прошел в Адыямане, Западной Армении. Сады миндали занимают более 100 тысяч гектаров земли. Ежегодно производится около 30 тысяч тонн миндаля. В садах работает около 6 тысяч человек. Природные богатства нашей родины Западной Армении неисчерпаемы. Давайте вместе отстаивать наши права и нашу оккупированную родину. В подмосковном Сергиевом Посаде найден уникальный хачкар XII века, ближайшие аналоги которого введут свое начало из Арцаха. 25 марта в Сергиевом Посаде была организована специальная выставка, посвященная этому хачкару. Спасибо руководителю музея и Самуэлю Давыдову. Подробнее об этом уникальном изобретении вы узнаете 8 апреля на конференции, организованной кафедрой культуры ЭГУ во время выступления Гамлета Петросяна. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!